Приветствую вас, Светлана. Значит, первое. Ну, то, что вообще бросается в глаза, это то, что вы своему сыну чего-нибудь сказали-то, что он будет злиться с своим другом, которым давно у него были друзья. Для друзей это вообще, первое, радость это самое главное. Какая бабочка? Ну, воо чем, Светлана? Мне непонятно к чему, такая конспирация, вот. Это первое. Ну, то есть вы просто расскажите сыну вообще, как вам дела? Вы с ним не до конца честны, это первое. Вот сын сомневается, а там, где нет полной честности, нет полной открытости, там, конечно же, любая другая информация способна перебить, это правда. Ну, вот. Дальше. Это так, на самом деле, как бы, не относится вообще к психологии, да, это то, что прям на поверхности лишить, и то, на что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Ваш вопрос, как объяснить сыну, что ничего страшного не произойдет? Ответ никак. Потому что, ребёнок 10 лет, он, безусловно, уже взрослый, безусловно, уже много вещей понимает, но, тем не менее, это не до конца взрослый человек, это даже ещё не подросток. Хотя, там, до подросткового возраста осталось немного, но это ещё не подросток. И у него есть определённые ограничения, и мне кажется, что основная проблема в том, что вы, первое, не уверены в себе, вы сами испытываете стыд и вину перед бабочкой своей матери, которая у вас, судя по всему, довольно властная, авторитарная и так далее. Вы не уверены в себе, вы не говорите о своих желаниях, сын ваш это чувствует, и ему ваши сомнения передаются, ваши колебания передаются. Вот и вся штука. Это первое. Второе. Второе касается такой вещи, как информационное наполнение, контент. Вы, на мой взгляд, сказали сыну об этом так, как сыну непонятно. Ну, скорее всего, вы сказали ему об этом слишком сложно для него, не на его языке. Вот. Давайте вот прочитаем, как вы ему сказали, значит... У меня есть молодой человек, мы хотим жить вместе. Ну, вот я ставлю себя на место вашего сына. На самом деле сделать не так сложно. Значит, у меня есть молодой человек, говорит мне мама, мы хотим жить вместе. У меня нет, как бы, чувства, что я разговариваю с мамой в этот момент. У меня есть чувство, что моя мама уже не мама. У меня есть ощущение, что моей мамы здесь нет. У меня есть ощущение, что... Ну, что маму я потерял, у меня чувство потери возникает. Потому что, кто мы, какие мы, я не знаю никаких мы, у меня нет такого мы. Потому что, естественно, я, вот, преимущественный, мне видится в этом слиянии, кто такие мы, да. То есть, нет никаких мы, Светлана. Есть я. Я хочу жить с ним. Я хочу чего-то. Я хочу. Не мы. Я. Понимаете? Вот. И всё. Этого не произошло. То есть, ваш сын ещё не способен, вероятно, понять такую вот сложную, достаточную конструкцию, что мы, кто-то мы, кто-то хочет жить вместе. Понимаете, в чём дело? Ну, вот. И, соответственно, на мой взгляд, вы не приучили его, и... Вот. Своя мама, скорее всего, тоже считаться с вашими желаниями. Потому что вы в них не уверены? Эм... Вот. Эм... Значит... Так. Эм... Значит... Полтора года вы общаетесь с мужчиной? Ну, эм... Я бы сказал, что... В счётом того, что вы в разводе более трёх лет, и в счётом того, что вы общаетесь с Тарагор, у меня немножко тут проблемы с феронологией. Но, мне кажется, это... Ммм... В счётом того, что, в принципе, люди взрослые или зрелые, можно было всё быстрее сделать. Мне кажется, мой наглубой стресс – это сделать, быстрее садись, там, в течение года, а то и меньше, в течение полгода, если я не понимаю. Ну, эм... Я не очень понимаю, почему так долго. Вот. Эм... Иначе как... Иначе как... Эм... С изменением, нерешительностью, страхом, я... Эм... Здесь объяснить не могу. Эм... Честно говоря. Вот. То есть у вас чувствуется жертвенность, у вас чувствуется стыд, у вас чувствуется вина, чувствуется, эм... Неуверенность, чувствуется сомнение. Вот. И... Как бы очень важно, эм... Ну, понимать, что раз... Развод, как правило, не проходит бесследно. То есть точно важно понимать, что развод – это вот в какой-то степени травма, потому что это разрыв. Как... 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 Какие бы там ни были отношения, это разрыв. И очень важно это травму прожить. И... Иначе... Иначе... Эм... Это вам аукнется в новых отношениях. Вот. Поэтому... Я бы рекомендовал вам... Эм... Эм... На это обратить внимание и поработать над собой. Возможно, папу пригласить. Эм... Вот. Вместе с... Эм... Ну, вот, чтобы вместе с вами... Эм... Поработал. Эм... Вот. Эм... Такие дела. Эм... Ребёнок... Он... Эм... Находится в том возрасте, когда он опирается на вас. Так получается, что он опирается на того, кто более уверен в себе. А уверен в себе больше бабушка, а не вы. Поэтому сын... Сын опирается на неё. Это нормально. Для ребёнка это абсолютно нормально. Поэтому... Вам срочно нужно... Ну, как... Не срочно, конечно, но... Смотреть в сторону повышения своей уверенности. В сторону развития доверия в себе и себе. И... Как-то вот... Эм... 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 Исследование, изучение... Эм... Своего чувства вины и чувства стыда, которые у вас присутствуют. Вот ладно. Как-то так. Эм... Вот. Немного суммурно получился у вас текст. Вот. Понимаете? Эм... Вот. Эм... Да! Эм... Эм... Успокаивать ребёнка... Эм... Как-бы... Тоже... Не очень хорошая идея. Говорит, что ничего страшного не произойдёт. Эм... Потому что вы не знаете, будет... Эм... Для него что-то страшно или нет. Эм... Эм... Вы этого не знаете. Важно сказать, что вы его понимаете. Вы понимаете его чувства. А вы пытаетесь его чувства обесценить. Эм... Что, естественно, вызывает желание защищаться. Поэтому я бы сказал, что... Вам... Ну, необходимо как-то вот... Эм... Эм... Смотреть в сторону... Качественного улучшения... Контакта... С... Своим... Своим... Ребёнком. Тоже. Тоже. Вот. А мама, мама, она, очевидно, просто хочет... Удержать вас... При себе, чтобы вы никуда не уходили. Потому что она не хочет оставаться. Ладно. Это нормально. Тоже. Возьмём. Все находятся в ваших руках. Если вы хотите решить проблему, реально вы начнёте заниматься слабовой. Вот. Потому что... Ну... Понятно, что из... Вашего... Поведения... Не выйти за... За... 5 минут. Из вашего поведения не выйти за... Там... Какое-то короткое время. Поэтому... Тут нужно... Эм... Планомерная работа над собой. Изменения себя ждать, в принципе, не заставит. Особенно, если вы... Если вы человек, который реально готов меня... Готов меняться. То, если вы думаете, что... Что... Эм... Вся проблема в том, чтобы найти слова... Эм... Подобрать подходящие слова для того, чтобы... Ребёнка успокоится вы. И... Вырвать у него согласие. То, нет. К сожалению, вы здесь... Эм... Ошиб... Эм... О... Как бы ошибаетесь. И вы не видите... всей картины. И вся картина, она... Несколько... Сложнее. Вот. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ... Эм... Даст... Вам... Эм... Путь... Для... Размышлений. И... Сформулирует у вас... Обряд. Связь. Которая подскучит началом... Психотерапии. Всего вам... Самого... Доброго.